всем привет в эфире нормальная среда я всегда внимательно отслеживаю стараюсь наверное ну практически на сто процентов погружаться в изучение этих вопросов и в ознакомление с ними для того чтобы не пропустить интересный вот на этой за эту неделю на мой взгляд но во всяком случае мне очень понравились эти три вопроса и вот начнем с первого почему редко вы комментируете события или происшествия в мире я думаю что это даже несколько вопрос только замечание потому что изначально нормальная среда по моему замыслу планировалась планировала выражать вот именно мое суждение по поводу мировых каких-то ситуаций или каких-то событий которые происходить происходит не только в казахстане но и в соседних государствах или вообще по на всей планете все сводится к тому что у меня практически один ответ будет распространяться на все эти события почему потому что базовый принцип который у меня настолько укоренился сильный звучит он вы наверно уже знаете это первичная ответственность за все то что происходит в нашей жизни неважно в стране в какой-то организации в какой-то каком-то сообществе или у человека отдельно какого-то очень знаменитого взяла себе для примера два таких случая за это время эта история с российским футболистом с капитаном сборной артемом дзюбой вот тоже казалось бы ну вот только лениво наверно не отреагировал везде обсуждается сидишь ты в кругу друзей шутят либо там сочувствует либо как-то на любом случае обсуждается либо это открываешь там новостную ленту или смотришь какие-то программы ток-шоу и везде везде сегодня артем дзюба на первых полосах но больше всего что мне понравилось и что не побудило меня комментировать это то что он с очень быстро оперативно практически по горячим следам вышел в прямой эфир со своего аккаунта и полностью взял на себя ответственность вот ту самую первичную ответственность он прекрасно понимает что сначала есть он который не доглядел или может быть где-то недооценил внешнюю среду переоценил может быть свое какое-то как казалось бы безопасность для него но нет у меня вот как у простого человека например вопросов к этому спортсмену потому что в своем признании он был восхитителен вот если можно назвать что это есть и есть мое суждение очень короткое лаконичное вот пожалуйста или предположим события связанные с выборами в соединенных штатах америки о которых тоже говорил весь мир и действительно весь мир тоже разделился на одну или другую сторону вернее на две половинки и я знаю очень хорошо знакома с теми кто реально бился и защищал и в общем-то даже сидя у себя дома на диване попивая кофе он ратовал за победу трампа кто-то болел за байдена причем очень аргументированно предлагали интереснейшие материалы своих на своих страницах в социальных сетях это было и познавательно и увлекательно но опять-таки я не живу в сша там проживает вся моя семья но тем не менее меня это совсем мало касается но другое дело что как человек во-первых ну социально активный да и стремящийся политической грамотности конечно это не может меня совсем не интересовать но в этом случае мне в помощь приходит понимание что существует институт выборности существует существует четкие давно увековечены наверное и конституции закрепленный принцип выбора президента и даже если у одного и кандидата на сотую долю голосов больше вот так как таков принцип выборов поэтому что-то обсуждается ли там что-то опять-таки сотрясать воздух и через свои какие-то там фантазии какие-то свои прогнозы или наоборот уже постфактум заключения но просто в них нет смысла вот но и резюмируя завершая ответ на первый вопрос я хочу вам пообещать что я постараюсь но во-первых все зависит от вопросов какие приходят вопросы из них я выбираю максимально интересный но в случае что вопросы будут интересные события будут скажем неоднозначных конечно я в ближайшем будущем не забуду про тот замысел изначально первоначальный конечно буду выражать свои суждения по поводу тех или иных событий в мире вопрос номер два звучит так как научиться мирно жить с родственниками но сразу сошлю вас на свою книгу ключи от кейса одна из любимых моих глав она как раз посвящена построению взаимоотношений с роднёй называется на родня западня не беспокойтесь я не призываю в этой главе вас к какому-то антагонизму с родственниками ни в коем случае но называю вещи своими именами очень много лет у меня лично ушло на построение отношений с родственниками и наверное этот личный опыт он и стал моим самым главным учителем что сегодня я могу уже смело рекомендовать наиболее гуманный наиболее наверное верные рекомендации которые раньше мне казались невозможными я хотела бы начать с того что точно не поможет никогда в построении с родственниками это антагонизм когда он выглядит в виде протеста которые все время сопряжен с какими-то с каким-то турбулированием с какими-то бесконечными общениями в негативного плана вот это точно то есть применяя такую там технологию коммуникационную никогда мы не смог с вами не построим отношения с родственниками и второй момент это наверное отказ от общения я уверена что многим из вас понятен и знаком такой прием но он и мне тоже понятен и знаком у меня есть до сих пор такие отношения в которых я десятилетиями от которых я отказываюсь так вот случае отказа я приглашаю вас понять и осознать это отказ связан с эмоциональными потерями если вы отказались от общения с родственниками и вам вы чувствуете себя не очень хорошо то на самом деле значит этот прием не ваш и он неэффективен вот связи с этим перейдем наверное более продуктивным более конструктивным вещам рекомендую вам однажды в одной из в одном из выпусков нормальной среды я уже делилась этой технологии и я вам говорил о том что она универсальная ее можно применять в любых коммуникациях любых связях вне зависимости от степени родства так вот когда нам с вами ну во первых я хочу оговориться что что такое родня и родственники да это сначала наша с вами семья мы и наши дети естественно мы еще и наши родители да это старшее поколение допустим если в западных странах эта формула это это эта схема выглядит так мы и наши дети и потом уже в меньшей степени родители то согласно нашим традициям конкретно казах присущих нашей казахской нации то есть мы наши дети и наши родители а дальше родственники второго круга третьего и тогда поскольку казахские семьи очень многодетные и казахстанские сегодня тоже то родственников у нас всегда много так вот чтобы построить эти отношения чтобы взрастить во первых нужно для себя четко понять вы хотите быть в этой семье помните в прошлом выпуске я говорила примерно то же самое но касалось это организации компании команды в которой вы живете с которой вы сотрудничаете то же самое ту ту же технологию ту тот же принцип можно перенести и на эти отношения вы хотите оставаться в этой семье что то есть такое что вы очень любите но тогда дело за вторым и это на самом деле тоже не сложно но для этого нужно просто посвятить немножечко времени и сделать небольшие такие усилия которые выглядят в виде интонации ваших общей предположим но вам очень очень не хочется идти в очередной выходной например посвящать много часов и находиться там в кругу родственников к от которых вы точно ждете каких-то замечаний может быть нареканий и прочее вы всегда можете сказать своей половинке или члену своей семьи что пожалуйста можно сегодня я займусь своим делом каким-то но говорить это не в интонации протестной них не как условия не как ультиматум а это может выглядеть как просьба это может выглядеть иронично где-то с улыбкой с теплотой и казалось бы я сейчас говорю об очень простых вещах но вы попробуйте так сделать и у вас получится точно положим вы не хотите идти вы можете сказать ну пожалуйста можно я сегодня прогуляю можно я сегодня не пойду или пропущу этот обед или там какое-то ваше очередное семейное торжество и с большей долей вероятности я предполагаю что ваши любимые люди ваши блески вас обязательно услышат те родственники которые позволяют себе какие-то вольности в отношении вас что на самом деле вас ранит и по какой причине в общем-то не очень хотите идти в тот круг один раз не увидят вас и может быть второй и призадуматься почему вас нет попробуйте мне кажется у вас обязательно получится и построить отношения с родственниками с родственниками вообще с любыми людьми вашего круга вашего мира можно только таким образом еще раз напомню что антагонизм протест и отказ это самый неконструктивный и неэффективный прием продолжаем нормальную среду третий вопрос который я выделила из большого количества вопросов звучит так окружающим не нравится мой характер нужно ли его менять казалось бы тоже довольно простой вопрос но об этом люди очень много говорят и ищут вам ответы и я хочу сегодня в нормальной среде выразить свою позицию мне самой очень много 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 лет говорила моя мама но наверное с возраста подросткового лет с 12-13 гидру показалось что характер мой стал меняться и звучало это тогда она нужно менять свой характер да она меняя свой характер и примерно вот периодически там примерно вот эту фразу я все время от нее это это назидание слышала ну назидание или претензию наверно но будучи еще совсем юной школьницей я конечно не имея никаких знаний еще кроме может быть математики и литературы я задумывалась что же во первых что имеет ввиду мама от чего мне нужно отказаться в принципе я выстраиваю свой день такой обычный день там ты просыпаешься и идешь как там учебное учреждение потом дружишь идешь еще куда-то по своим кружкам и занятиям потом общаешься с друзьями и я не могла понять а что не нравится моим близким что мне нужно поменять но не спешила ничего менять потом пришло время взросления я стала что-то там понимать какие-то специальные книги читать встречались люди на моем пути и все что бы я не делала как бы я не поступала приносила мне результат я не буду сейчас говорить что я побеждала или я там над кем-то одерживала какой-то верх нет я просто получала то что я хотела я не могу вспомнить ни один момент такой чтобы я почувствовала и ощутила неудовлетворенность именно от самой себя от того что я сделала и и тогда я стала потихонечку понимать что мама имела ввиду что нужно быть прилежной тихо и предположим не реагирующий соглашающийся сама себе я то есть это мой анализ был такой думаю подождите если я буду делать то что о чем мечтает моя мама то тогда я не получу те самые результаты и примерно там 20 плюс я стала бы приближаться к полной убежденности что на самом деле мой характер это и есть и я и оттуда я уже становясь старше вывела вообще отдельную формулу и такую даже свою какую-то теорию я спешу с ней ею с вами поделиться что человек на самом деле опять таки это мое не то чтобы субъективно это моё личное просто суждение такое я определила что нету человека плюсов и минусов есть просто человек но другое дело что ваш он или не ваш хотите вы с ним сосуществовать дружить сотрудничать быть его спутником жизни родить детей вместе и так далее хотите тогда речь не идет никаких минусах значит вам нравится все в этом человеке как мне нравится все в тех людях которых я очень люблю и с которыми я хочу оставаться что такое минусы на мой взгляд но на мой взгляд минусы это пороки то с чем вы не соглашаетесь что для вас неприемлемо как качество которое нужно на который нужно например закрыть глаза или считать это продолжением человека допустим человек лжец вот или там врунишка или клептома или патологически непунктуально ну просто вот ничего вы не можете сделать но это мешает вашей жизни случая что не мешает и вы его продолжаете любить значит это не минус значит это и есть часть вашего выбранного избранного вами человека вашей судьбы вашей жизни и конечно же никто никогда нет не может отрицать наверное даже или игнорировать замечательное свойство это умение просвещать умение делиться какими-то своими познаниями и через просвещение человеке раскрывать и так называемые минусы превращать в плюс ну что сложного допустим донести до человека что быть аккуратным быть организованным быть пунктуальным это гораздо сегодня выгоднее корректнее чем этого не делать и я уверена что подобрав правильные слова всегда можно привить наверное возбудить интерес в этом человеке к той же самой организации организации своей жизни вот или предположим вы общаетесь с кем-то через потом посредством гаджетов вы обращаетесь к человеку по имени а он никогда не обращается но разве это минус это не минус просто там немножечко не хватает каких-то знаний нам с вами ничто не мешает при нормальной обычной дружеской беседе в узком кругу в теплой компании просто рассказать о том что это это здорово и когда ты обращаешься к человеку по имени ты просто повышаешь его доверие к себе и сближаешься с ним ваши отношения становятся теплее и уютнее в конце концов потенциальнее до перспективнее вот поэтому это тоже не минус я рекомендую и призываю вас подумать надо этим интересно тоже вот и над этой мыслью и возможно вам тоже понравится воспринимать людей целостно не копаться в его минусах а просто понимать вам интересно с ним или нет я живу по такому принципу поэтому свой характер я менять не хочу и все что кому-то вдруг не нравится я отношу лишь только к одному вернее могу объяснить только тем что я просто не человек его жизни и поэтому я хочу призвать вас не тратить время и не фокусировать внимание на том какая вы какой вы что кто-то вас хочет поменять никто не может вас поменять кроме вас самого отвечая на вопрос окружающим не нравится мой характер нужно ли его менять нужны ли вам такие окружающие которые мне нравится ваш характер мне нет завершая сегодняшний выпуск отвечая на четвертый блиц вопрос вы сдавались в жизни хотя бы один раз мне друзья не сдавалась до встречи через неделю и это будет новая подрубрика наши не наши подробности на моих страницах в социальных сетях всего доброго до встречи